Всем привет, ребят! Мы с вами на рынке Птащанука, в районе магазина, я так понимаю, Ширин 100% Натурал. Ребят, этот магазинчик не оставит равнодушным абсолютно никого, как шладкоежек, так и вот тех, кто придерживается этической формы питания, вот так вот, скажу это так. Не знаю, правильно, неправильно. Тут есть и кофе, и рахат, и лукумы. Сам магазинчик я показывал в прошлом году, он не очень красивый внутри, и в нем действительно натуральные продукты в том числе. Начнем вот с грецких орехов. Пожалуйста, грецкие орехи, такие прям, как будто бы их подстригли, гладенькие такие. А есть нестриженные, элеганты. Есть фундук, есть кубанский орех. Кубанский почему-то подешевле. Ладно, пойдемте. Вот молодой человек, который тут, добрый день, с вашего позволения пока прогуляюсь, а потом, если что, я вам задам вопрос, можно? Итак, ребятки, магазин яркий, красочный и вкусный. Наверное, вот на данном рынке, может быть, даже во всей Лазарске, вот из продукции такого плана, самого такой приятный, интересный и красивый. Глаза разбегаются. Смотрите, тут и сушеные кольца ананаса, и папайя сушеная какая-то, красная и желтая. И мамайя, и папайя, и маракуйя даже есть с ананасами. Смотрите, данные сладости не стыдно подарить, вы можете их взять с собой как сувенирчик, в прямом смысле этого слова. Конечно же, они растут не в Лазарском, но все равно. Продукт-то натуральный, сушеный. Кроме того, широченный выбор всяких конфеток. Я уже особо не шугаюсь в зеркал, знаю, что вы меня все равно уже многие видели. Поэтому так, немножечко шугаюсь, но не так сильно. Конфеты Чуга-Гек из моего детства, пожалуйста. В общем, на конфетах останавливаться сильно не буду, только как их действительно тут достаточно много. Обращу внимание на вот эти вот всякие восточные сладости, вот, пожалуйста. Арахат, лакому, щербеты, все на свете. Они уже расфасованные, но фасовочка тут по 2-3 килограмма, я так думаю, может быть, кому-то надо будет, а может быть, кому-то это лишнее. В любом случае, вам их раздербанят, как говорится, и подадут уже на вес. Это набор орешков, смотрите, уже очищенные такие, хорошенькие. И главное, полезные. Чуваченный, вот такой вот, смотрите, перечень всяких кофе, какао. Я так понимаю, что кофе какао тут есть турецкого производства. В Турции я был проездом, кофе там не пил, вот, хочется даже иногда, вот это что такое, чучхела, да? Смотрите, как чучхела уже упакованная, вот такое вот вишневом соке с грецким орехом. Тоже интересный подарочек, да? Мы все время с вами видим-то ее в обнаженном, как говорится, виде, а тут вот широченный. Вот, пожалуйста, еще ассорти с грецким орехом довести, подарить. Вот, пожалуйста, очень даже, я думаю, понравится вашим одуряемым. Есть даже кукуруза. Масла всякие заморские. Пойдемте кулять дальше. Вот это вот прикольно. Так, это чей-то товар уже лежит, я немножечко поборзею малость. Я думаю, это достойный подарок любому ребенку. Сейчас, ну, как бы показать вам под лучах света. Армянская чучхела с грецким орехом ассорти. Тут вот все. Вот это, я понимаю, подарок с юга. Самый настоящий подарочек такой вот. Прикольно. Не стыдно подарить. Ну, орешки, варенье, это вы все прекрасно видели все время, знаете. Нутеллой тоже никого сейчас не удивишь. Это все нормально. Оливковое масло. Но это не конек, как сказать, этого магазина. Льняное масло, пожалуйста. Вот это вот тоже редкий вид. Сушеные ананасы. Папайя, опять же, видите, в таких вот баночках. Ширина. Что такое ширина? Из Вьетнама. Ширин какой-то. Гурман диетический. В общем, что-то диетическое. Кокос нарезанный. Ананасы. Манго. Сухофрукты, обратитесь, шерченные. И орешки, опять же, и семечки, и семечки, и семечки чищенные для вас уже есть. И миндаль, грецкие орехи, тут одного ореха. И несколько разных всяких сортов. Вот, пожалуйста, я даже не знаю, что это такое, что это такое, алыча, вяленая, пожалуйста. Это чистое сухофрукты, курага. И это что такое, персик из Армении, пожалуйста, груши всякие. Папайя, маракуйя уже тоже никого не удивишь, мы сегодня уже видели. В общем, шерченные. Хурма. Это хурма. Я знаю. Вот такие вот сухофрукты всякие, вкусняшки, полезные, сладкие, которые не навредят вашему здоровью. Даже вот такой вот инжир есть. А это редкость в наших рях. Яблоки. Глаза, честно, разбегаются. Это что такое у нас? Голубика кубики. Видите, это тоже какой-то сладкий подарок. Фруктовые сладости. 200 рублей. Вот это вот голубика в кубиках. Вот интересно, вот что это, как и с чем ее едят. Никогда не пробовал такое. Орешки тоже, видите, расфасованные. Сушеная. Канта, господи, не побоюсь этого слова. Канталупа. Название звучит как-то ругательски. Фрукт тоже мне неизвестен. Ну вот он существует. Гуава. Ну, даже мы, проживая в субтропиках, не все знаем. Это, видимо, чай всякий. Айзер, чай. Пожалуйста. А вот это вот фрукты, овощи. Точнее, фрукты, скорее. Скорее фрукты все-таки. Продолжение. Мандаринчик. Я, кажется, показывал, где-то вам уже такое. Ананасы, марок. Куя, папуая. В общем, все-все-все. Есть фасованные, есть наразвес. Тошки огромные, да? Ну, фасованные для подарка вообще самое оптимальное. Если для себя, то наразвес взяли, поточили. Я видел, был свидетелем. Сейчас ребята набирали, вот видите, яблоки. Видите, фруктовые сладости, яблоко. Натуральный продукт написано. Сейчас, если молодой человек освободится, я хочу уточнить, что это такое. Сушеная хурма. Цельный ящик. Чай. Мед. С этой стороны, пожалуйста, он тоже. Кокос. Одел по борьбе с наркотиками. Может заинтересоваться. Но это не тот кокос, который вы думаете. Это другой. Это сладкий кокос. Смотри какие-то. Я здесь даже не знаю, как они называются. Вот всякие турецкие сладости. Смотрите, какой-то десерт. Ниточная халва. Ниточная халва, вот видите. Спасибо. Я не знал, что существует такая ниточная халва. Всякие вот эти коробочки, которые тоже не стыдно подарить. Что это такое? Что это? Тоже турецкая, видно. А что это? Рахат лукум. Вот что это такое, видите. Прикольненько. Вот этот вот штук стоит 175 рублей. Рахат лукум ананасовый. Подарить не стыдно. Любой ребенок будет рад такому продукту. Смотрите, что ананасовый, что клубничный. Даже, судя по всему, мятовый. Мята, мята, мята. Заметил, на некоторых коробочках написано даже на нашем языке. Сколько она висит? Ну, видимо, поставляют уже специально для России. Есть классические сладости для нас. Жемчужина Черного моря, пожалуйста, премиум. А для Сочи, для меня. Это родина моя песня такая, знаете? Ну, мне чуть-чуть ладвийская. Так вот. Вот, пожалуйста, сладость. Это пастила. Знаю, знаю. Такая же, как в наборах, но просто, что она пашночная, если брать свой брюс. Чаи, мед, халва. Магазин очень яркий, очень красивый. А тут всякие драже. Блин. Я стану сладкоежкой скоро. Широченный выбор. Можно тут и всяких червячков прикупить. А вот, смотрите. Что-то типа напоминающее такое этого... Как они называются, а? Капиталистическое. Мендемс, вот. Тоже яркие всякие конфетки. А это камешки, обратите внимание. Весьма похоже на какую-то такую вот щебень. Я такой щебень покупал в Дубае, помню. Был когда-то. Однажды. Вот они были расфасованные вкусненькие такие конфетки. Тут всякие сладости, мармеладки. В общем, сладкоежки. Все, как говорится, для вас. Но, опять же, повторюсь, и те, кто только любит натуральные продукты, вот сушеные фрукты, я так думаю, это... Думаю, полезно. Девушка уже тут уже обменная. Сейчас, наверное, тут лукум. Турецкой. Вот такая вот красивая коробочка. Тоже хороший, достойный подарок. Кстати, 350 рублей всего лишь стоит. Ну, достаточно 250, пожалуйста. Я не знаю, что это. Очень приемлемые цены. Очень достойная упаковочка. Маленькие какие-то шайбы. В общем, я думаю, любой посетитель найдет для себя что-нибудь интересное новое. То, чего не видел. Я, допустим, много для себя нового всякого пооткрывал. Сейчас вот хочу у парня спросить, что вот это вот такое. Что это такое? Что это за ширин такой? С чем его едят? Почему он такой вот, как бы напоминающий джеле? Или вот это, про вот это вот яблоко. Я видел, просто мужчина сейчас набрал несколько ясечков вот таких вот кубики. А что это, как это? Цена 200 рублей. Персики, кубики, кокосы, кубики. Что это такое? Мне пока неведомо. Сейчас мы молодого человека немножечко будем пытать. Со страшной силой. Ну все, ждем, когда он освободится. И будем спрашивать его немножечко. Мне само интересно. Итак, ребят, молодой человек освободился. У него тут девушка затаривалась. Затаривалась, я не знаю, наверное, ну не полчаса точно. А, для кафешки, я думал, для личных вообще там, в общем, конкретно затарилась. Мы с вами товар посмотрели. Я так понимаю, в большинстве своему все знаете. А я, как вы помните, обратил внимание на вот эти вот кубики. И вот хотел вас спросить, что это, как это получается, что это, из чего это такие вот такие интересные подарочки. И нам вот привозят именно спрессованные с помощью сахарного песка мякоть специально подготовленных для этого фруктов. Например, манго, персиков и яблок. Особенно популярны у нас являются яблоки, клубника и манго. Самое популярное манго. Потому что оно и сладкое, и кисленькое одновременно. Благодаря специально добавленному сахарному песку. И лимонного экстракта. Ну вот. Цена 200 рублей. Ребят, вполне приемлемая цена, чтобы порадовать вашего детеныша, либо друзей, либо подруг. Потому что, ну, это что-то такое новенькое. Я такое, во всяком случае, еще не встречал. Огромнейшее спасибо. Ну что, вот такой вот красивый, красочный, яркий магазин находится на рынке. Тащаный Ка. Молодой человек всегда тут на месте, надеюсь, да? Подскажет, если что. Приходите, затаривайте сладости, вкусняшки. Все тут есть. Все, всем пока. Ждем вас. Ждем, ждем, ждем.